Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про лечение ревматоидного артрита, а также про один препарат, который называется Аертал. Это нестероидное противовоспалительное средство, которое в организме человека метаболизируется до диклофенака. То есть это некий такой предшественник очень известного препарата диклофенак. А начну с клинического случая. Представьте, вам 25 лет, вы молодая девушка, обратилась с болями в суставах к ревматологу, врачу-ревматологу, и доктор подозревает у вас ревматоидный артрит. Поскольку ранее не было проведено соответствующей диагностики, доктор направляет на исследования, которые подтвердят или опровергнут. ревматоидный артрит, это исследование, которое ревматоидный фактор включает, цирреактивный белок и так далее. Но при этом нет обследования на выявление какого-то инфекционного фактора. И дело не только в том, что, например, я считаю, что в основе таких ревматических, ревматоидных заболеваний лежит именно хроническая инфекция. А дело в том, что вообще нужно провести диагностику. Не инфекционного ли характера данное воспаление в суставе, ну, например, гонорейного, да, в конце концов. Нет, здесь такого нет. Клиент направляют в отделение физиотерапии, ну, действительно, чтобы так вот инфекцию погреть, так скажем, условно. Ну, позволю себе иронию такую. И назначают аэртал, да, вот с точки зрения убрать боли. Я понимаю, конечно, доктора. Самая главная задача, чтобы клиент, пациент был доволен. Вот у него есть боли, мы боли убрали, все хорошо, да. Главный критерий отсутствие жалоб у населения, так скажем. Хорошо. Давайте посмотрим, что говорят врачи про этот препарат-аревматолог. Я очень люблю аэртал, пишет. Ну, вспоминается Кинзадзарфильм, а я его еще больше ку. Применяю часто, особенно пожилых пациентов, с различными воспалительными болями, с сопутствующей патологией, в том числе почечной, ЖКТ, сердечно-сосудистой. Вот так вот самоуверенно доктор пишет о том, что да, вот ЖКТ. Ну, собственно говоря, хорошо. Да, значит, побочные действия аэртала, согласно инструкции, наиболее часто наблюдается осложнение со стороны желудочно-кишечного тракта. Соответственно, чем старше возраст, тем эта вероятность усиливается. Могут возникнуть язвы в желудке, пробадения или кровотечения, я говорю то, что в инструкции написано. Иногда приводящее к летальному исходу, особенно у пожилых пациентов. Вот это фразы из инструкции. Но, тем не менее, вот доктор так вот очень самоуверенно, что он относительно безопасен для такой группы пациентов. Он относительно выводится из организма быстро и очень редко возникают различного рода аллергические реакции, по моему опыту. Рекомендую коллегам присмотреться лучше к данному препарату, в целом и чаще использовать его, вот еще даже так, с такой, с рекламной интонацией. Возвращаясь к нашему, к нашей пациентке, еще необходимо сказать об одном факторе. Данный препарат абсолютно противопоказан при беременности. 25 лет не предупреждена об этом, никак какие-то нет упоминаний вообще, там есть задержка менструации, нет. Вперед, лечись. Значит, к чему, к чему вся эта вот эта история приводит? Я смотрю других пациентов, у того же самого ревматолога, уже которым много лет, и там уже все, уже там дошли они до ручки, пронизолон, во все идет. Мы не выявили вот этот инфект, мы не выявили фактор, инфекционный фактор. Только воздействуя на инфекционный фактор, можно вылечить человека в эти 25 лет. Ну, год лечения и, в общем-то, человек здоров. Современная инфекция имеет такую мощную защиту от современных, опять же, антибиотиков, что надеяться на то, что мы и заведем наших, в кавычках, друзей, не представляется возможным. По-прежнему, прошло 100 лет, 200 лет, но по-прежнему эффективны наши гомеопатические средства. По-прежнему. То есть, к ним не формируется какая-то толерантность у инфекции. По-прежнему мы можем на них воздействовать, по-прежнему мы можем наших пациентов излечивать. Именно излечивать, а не просто формировать им какое-то качество жизни, да, и, в общем-то, назначать этот аертал, который, опять же, другой доктор-евматолог, кандидат наук, также назначает своим пациентам с болевым синдромом, короткими курсами, практически не было побочных эффектов, назначаю, но при этом назначается ингибитором протоновой помпы. Но в инструкции, кстати говоря, об этом не сказано ничего, что надо назначать именно с ингибитором протоновой помпы. Устраивает и цена, и качество, и удобен для применения с ревматическими заболеваниями. Вот какой обзор вышел на данное лекарственное средство и на лечение ревматоидного артрита в целом. Благодарю всех за внимание.